Привет! Решил сделать небольшое видео к нашему тексту про статую свободы в нашем блоге HowTrip, ссылка, кстати, будет внизу. И запишу, покажу пару кадров, расскажу вкратце о чем эта экскурсия, что входит, что можно увидеть. Поехали! Мы уже сплавили на эту экскурсию, я записал видео, разные кадры, которые вставим в это видео. Сейчас мы находимся рядом с Батари-парком, откуда, кстати, отправляются как раз паромы. Но билеты мы покупали онлайн, стоимость билетов 25 долларов, сами острова бесплатные, но добраться туда можно только на паромах, которые как раз и стоят столько денег. На территории находится сама статую свободы и два музея. Причем один музей находится прямо у статую свободы, он маленький, и большой музей, куда нужно плыть отдельно, то есть как бы паром дальше просто идет. Рядом остров, не помню, как он называется, вот здесь вот подпишу, там находится второй большой музей. И все это включено в программу, при этом мы не поднимались наверх на корону, потому что сейчас во время пандемии она закрыта. Стоит она совсем дешево, там в районе 50 центов или одного доллара, нужно записываться там за полгода вперед. Это, кстати, одна из причин, почему стоит покупать билеты заранее онлайн. Вот, огромная очередь даже сейчас в пандемию. Это наша уже пятая поездка в Нью-Йорк, но мы первый раз ездили на статую свободы. И даже в пандемию здесь огромная очередь на нее, поэтому советую приходить рано утром. Как происходит экскурсия? Приходишь с купленными билетами, брали на Гетриу Гайд, ссылку я оставлю внизу. Проходишь на паром, проходишь, получается, безопасность, где там смотрят ваши сумки, сканируют, всякие такие вещи. Плывешь до острова с статой свободы, фоткаешься там, снимаешь видео, кому как интереснее. И, кстати, сблизи статую свободы и полностью вместить фотографию практически нереально, потому что она большая. И, ну, если у вас, конечно, нет камеры 0.5, как на айфонах, или, возможно, на некоторых андроидах тоже. Сам маршрут, как бы, стандартный билет такой. Это паром до Liberty Island, осмотр статуй снаружи, ее музей, можно подняться наверх, но нужно бронировать билеты заранее, чтобы подняться на саму корону статуй свободы. Дальше с Liberty паром до Ellis Island, который рядом, этот остров находится. Я вот вам сейчас покажу, наверное, на фотографии, потому что я был на смотровой World Trade Center обсерватории, который стоит, кстати, 42 доллара, я тоже покупал онлайн и снимал про это отдельное видео. И с этой обсерватории я снял это острова, вот так вот они выглядят. И там самое интересное, это музей миграции, как раз на отдельном острове, который до 1950-х годов служил основным центром, куда при подвале все мигранты из Европы и других стран. Кстати, несколько интересных моментов по статуе. Это первое, что она полая внутри, и она держится на стальных конструкциях. Второй факт, который я узнал, что статуя была изначально такая золотистого цвета, и она сделана из меди, но через где-то 25-30 лет она потемнела и стала вот такой зеленой, который есть сейчас. То есть это не покрашено, это получается окисление, процесс окисления. Третий момент, что статую собирали по частям, привозили из Парижа, из Франции, ее подарили французы. Вы тоже можете почитать заранее, изучить историю Статуи Свободы. Так будет гораздо интереснее посещать и смотреть музеи. Также на месте, там уже на островах есть аудиогиды на русском языке, поэтому советую их брать. Мы не брали, потому что, в принципе, на английском все понятно. У кого есть проблемы с языком, с английским, можно взять аудиогиды. Вот я сейчас, кстати, стою в сторону Нью-Джерси, вот это Нью-Джерси, полностью все. И вот там вот, за деревьями, как раз находятся эти острова и Статуи Свободы. А вот, получается, сама Статуя Свободы, и рядом как раз находится остров, где находится музей. Вот там вот находится чуть дальше, получается, Battery Park, откуда отправляются сами паромы. И получается, с другой стороны, это уже Нью-Джерси. И, кстати, про Элис-Айленд кратко. Это тут, на этом острове, только музей, но он огромный. Это были основные ворота до 1950 года эмиграции в США, и все приезжающие европейцы из других стран останавливались сперва там для досмотра. И здесь находится само здание, багажная комната, зал регистрации, и все постарались сохранить, как в тех годах. Поэтому это гораздо интереснее смотреть. Ну и в целом, с экскурсией можно управиться где-то за 2-2,5 часа, если вы куда-то спешите. Если не спешите, то лучше выделять 3,5-4 часа, чтобы посмотреть полностью музей, посмотреть Статуи Свободы, возможно, подняться наверх. Если вы успеете забронировать и приедете уже после окончания пандемии, сейчас, к сожалению, подъем на самую Статуи Свободы закрыт. Сама экскурсия точно стоит того, я не знаю, почему мы за 4 поездки так до туда не добрались. Мы больше ходили по музеям по-разному, про которые, кстати, тоже напишем отдельный текст в блоге. Подсылка под видео, наверное, указывать не буду, слишком много информации получится. Но из того, что я рекомендую рядом, это обязательно музей 9.11, который мы посетили тоже вот нашу в 4-ую только поездку. Офигенный музей, офигенный мемориал и показывает, как американцы умеют чтить историю. И второе, это обсерватория World Trade Center, стоит 42 доллара. Ее тоже заранее стоит покупать онлайн на официальном реселлере, на официальном продажнике, тоже GetRueGuy. Это иностранный сайт по продаже билетов в основном и разных экскурсий. Все, в принципе, задавайте вопросы внизу. Я надеюсь, все вам показал, рассказал. И читайте текст, там будет гораздо больше, потому что, повторюсь, это видео в первую очередь дополнение к нашему тексту. Все, пока!